Скажем, слава Господу нашему Иисусу Христу, что сегодня Церковь Божия, она сегодня собралась на этом месте, чтобы нам вновь и вновь с вами укрепляться, взирая на эту славу Божию. Мы сегодня с вами пропели, что хочет всех людей Господь благословить. И действительно, Господь ведь хочет благословить всех людей, но мы знаем, что некоторые люди, они отказываются от этого благословения. Вообще, мне очень понравилось, что вот как один брат, он охарактеризовал это слово так вот, благословение. Он сказал примерно так, что благословение – это активное участие Бога в жизни человека, в духовной жизни, в физической жизни. Бог и духовно нас благословляет, бывает очень сильно так, в молитвах, да. Бывает, как-то мы видим, что что-то преодолели и как-то возросли в чем-то, и вот духовно Господь нас благословил. А бывает, ну, Господь нас и физически так вот благословит в физическом этом мире. Где-то, может быть, зарплату повысили там, или еще как-то вот Господь расположил сердце чьего-то. к нашей нужде, может быть. А бывает, знаете, люди, они сами отказываются от этого благословения. Ну, понятно, неверующие люди могут отказываться. Но, знаете, бывает, и мы можем с вами отказываться от этого благословения, которое Бог для нас, возможно, приготовил, и невозможно, а точно приготовил. Но есть такое место у Тимофея, что там про народ Божий написано, что, помните, сами подвергли себя многим скорбям. Сами подвергли себя многим скорбям. Там написано о серебролюбии, о том, что вот вере они так вот, как бы кораблекрушение потерпели, так вот и сами подвели себя многим скорбям. То есть люди могут отказываться от этого благословения. А я бы хотел вообще говорить сегодня об осуждении, о таком вот, как качестве сказать, или такой вот, ну как, недостаток такой, который может быть, это осуждение. Читаю 2 глава, послание к Колоссянам, с 11 стиха. На этом месте я остановлюсь. Мы знаем с вами, что есть суд Божий, и этот суд Божий, он великий, и он справедливый, и он праведный. Вообще Бог, он праведный и справедливый, и он воздает людям по делам их, и раньше воздавал так. И мы знаем, что мы с вами под этим осуждением, вот, ну, за грехи, возмездие за грех смерть, и мы с вами находились под этим осуждением, и не было никакой надежды ни у одного из нас. Мы с вами все, ну, большинство тут язычники, ни у одного из нас не было этой надежды. Но вот Бог написано, Он явил нам эту милость, как вот написано, истребив учением бывшее о нас рукописание. И вот в греческом переводе там маленько, ну, так по-другому написано, более полно так можно, ну, раскрыто это место. Там написано, истребив учением бывшее о нас рукописание. Там написано, как стерший против нас расписку с указанием, или долговую расписку. Вот эту долговую расписку, которую, ну, мы в жизни с вами накопили, вот эти все согрешения, грехи, которые вели нас к смерти. Иисус Христос написано, Он стер против нас, вот то, что было написано, стер. Еще можно сказать, что это обвинительный приговор был против нас, да, вот эта вот расписка вот долговая. Иисус Христос, Он стер написано. И у нас ведь был большой долг, правда? Большой долг, очень большой. Мы можем вспомнить вот это вот о прощенном должнике, помните, в Евангелии от Матфея, что один государь, он решил сосчитаться со своими рабами, должниками, и вот один человек, которому должен был 10 тысяч талантов, он никак не мог отдать, это очень большая сумма, 10 тысяч талантов. Я, знаете, взял какие-то источники, там энциклопедии несколько, и там, ну, разнятся вот эти данные, но я вот так вот, просто для примера, так вот, несколько цифр, что вообще талант – это самая крупная денежная единица вот в Новом Завете, она, это весовая, то есть единица, 33-36 килограммов золота в одном таланте, представьте, один талант, а там 10 тысяч талантов. Еще вот такие цифры, что в таланте 60 мин и 6 тысяч драхм. Помните, что такое одна драхма? Это как денежная оплата, ну, дневная, дневная, то есть один человек, он в день мог заработать в среднем одну эту драхму. Так вот, в одном таланте 6 тысяч драхм. То есть 6 тысяч человек, они могли вот в день заработать вот эту сумму, один талант, представляете, а здесь 10 тысяч талантов. И Бог, написано, вот этому человеку простил эти 10 тысяч талантов. И как поступил тот человек? Он когда встретил своего должника, который должен был 100, 100 драхм, по-моему, да, или 100 динариев, да, вот он не захотел простить тому человеку, он не захотел простить тому человеку, хотя ему самому прощена была очень большая сумма. Я бы хотел также еще зачитать, уже переходя к теме своей проповеди, книга Левит. Книга Левит, это 19 глава, 35-36 стихи. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении, да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Интересно, мы знаем, что, вот, ну, Ветхий Завет как прообразы для нас, и о чем же говорит вот это место к нам, что не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении, и что весы, они должны быть верные, гири верные, ефа тоже верная, ефа это, ну, мера сыпучих тел, она тоже должна быть верная. И, как-то так, вот, знаете, Господь так вот, ну, я слышал проповеди братьев, как-то и Господь так вот открыл, что это, зачем вообще нам нужны гири и вот это ефа, к примеру. Раньше вот человек приходил на рынок, и зачем? Чтобы взвешивать, да, взвешивать. А зачем, представьте, вот, человеку, допустим, вот, чтобы у него были верные гири и неверные, ну, для обмана какого-то, да, чтобы где-то кого-то можно было обмануть, и, может быть, чтобы взвешивать и отмеривать в пользу себе, и как раз, чтобы, ну, кого-то обсчитать. Так вот, Слово Божие, оно говорит нам, вот это есть, мы знаем, что оно верное Слово, Слово истинное, и вот Господь хочет, чтобы вот это Слово мы могли применять и к себе, и к людям, которые нас окружают, одинаково. То есть мы непредвзято смотрели на людей, а так же, как на себя, вот это судом судили, так же могли и других. И вообще, знаете, оно, дано ли нам право судить? Как вы думаете, право судить нам дано? Не дано? Ну, бывает, да? Бывает? И первое, на что бы я хотел обратить внимание, ну, так как я вообще тружусь, ну, с бомжами, с бездомными, знаете, приходится много общаться, и вообще часто, бывает, подходят люди, вообще я слышал такое, братья, сестры подходят, и где-то начинают так, ну, ну, говорить не очень так лицеприятно о людях, об этих. Вот, начинают где-то говорить, ну, сами виноваты, да не пили, и все, и все было бы хорошо, вот такое приходится слышать. Но знаете, я вот всегда вспоминаю тогда, однажды, как Иисус Христос поступил, когда Он был в синагоге, помните, это женщина, которую привели к Нему, женщину привели, ведь она была достойна смерти вообще-то, закон так говорил, она, и тот, кто с ней был, мужчина, Он тоже должен был умереть, но Иисус Христос, Он не осудил эту женщину, Он не осудил, но, наоборот, сказал в другом уже месте, что Я пришел не судить мир, Я пришел спасти. Так если Иисус Христос не пришел судить этот мир, а пришел его спасти, ну, кто такой Я, чтобы судить, там, бомжа, или пьяницу, или наркомана? Кто мне дал такой суд? Никто мне не давал такого суда. Тем более, знаете, ну, будучи сам, ну, вот, на этом месте, допустим, я очень сильно раньше пил когда-то, я знаю, что это такое, что тут никакие доводы, вот, которые, там, ну, к уму, они, ну, не действуют практически, знаете. Но не встречал такого человека, которому что-то там сказали, как бы он все, я больше пить не буду. Почему? Потому что, ну, Иисус Христос также сказал, что делающий грех, есть раб греха. То есть, человек, находящийся в рабстве, он не имеет своей воли, он не имеет своих каких-то желаний, он делает то, что ему говорит Господин его. А человек, который находится в рабстве греха, он находится в рабстве у сатаны. И он делает то, что ему говорит его Господин. И вот эту свободу дает только Иисус Христос. Слава Ему! Эту свободу дает Иисус Христос своей крови. Мы с вами испытали, что есть эта свобода. Мы пришли к Колговскому кресту в свое время, и мы получили эту свободу, и сегодня мы должны с вами хранить эту свободу, беречь эту свободу и благодарить Господа нашего за эту свободу. И ни в коем случае, ну, чтобы не было у нас этого укоризненного суда против этих людей, может быть, которые сегодня не такие, как мы, но мы не свою силу эту имеем сегодня, то, что мы имеем, но мы имеем это милостью Божией. Эта милость Божия пришла в нашу жизнь и омыла нас кровью своей. Слава Иисусу Христу! Другое место, на которое я бы хотел обратить внимание, что церкви дано право судить внутренние дела церкви, внутреннюю жизнь. Но тоже тут есть какое-то такое устройство в этом. Это не то, чтобы два члена церкви сели так и начали о третьем что-то говорить, судить. Оно бывает такое, да? Ну, двое, трое, может такое быть. Сели и начинают там, извините, там кости может примывать или еще как-то можно сказать, начинают говорить о чем-то, увидели недостаток чей-то или как-то поступок чей-то не очень хороший. Вот и начали. Но это не то, что вот так вот судить мы должны, а есть какое-то устройство в церкви, есть братья, служители, к которым мы увидели что-то, да, что вот кто-то как-то не так может поступил. Мы пришли, сказали, а потом уже как-то там вот уже дальше решается этот вопрос. Вот тоже пример такой, как Иисус Христос поступал. Это также я открою Евангелие от Матфея, 14 глава, Евангелие от Матфея, 14 глава, 30-31 стихи. Это помните, когда Петр шел по воде, захотел идти по воде Петр, помните? А Иисус ему говорит, ну, иди. И вот мы помним, что он, я зачитаю с 30 стиха. «Но, видя сильный ветер, испугался, и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Вот интересная реакция Иисуса Христа. Вот знаете, как у людей часто бывает? Вот видят, ну, или можем видеть, что человек вот начал тонуть, что-то у него не получается, где-то что-то там выскочило или еще что-то. И сначала человек начинает говорить, маловерный, зачем ты усомнился? Да я же тебе говорил, да вот что ты такой? Вот, то есть, как бы бывает вот так вот человека начинает, да? А как же Иисус Христос поступил? Он сначала, написано, простер руку и поддержал этого, ну, Петра, ученика своего, да? Поддержал его, вытащил его из этого, а потом сказал ему, маловерный, зачем ты усомнился? Так вот, Господь хочет, чтобы мы всегда могли с вами друг другу сначала помочь. Помочь сначала без укоризны. Ну, там, если надо будет, можно потом, может быть, что-то сказать как-то так с любовью. Если любовь есть в нашем сердце, любовь дает Иисус Христос, а если любви нету, то опять же получится это суждение, и человек опять так вот, ему и так больно, а мы еще ему больнее делаем. Так вот, сначала, как написано, надо нам руку, как Иисус простер, а затем поддержать, а потом уже что-то можно сказать. Помоги нам Господь. И третье, на что я хотел бы тоже обратить внимание, когда нам опять дано право судить, дано право судить, кого судить себя. Мы часто читаем это, когда у нас вечер, и когда мы участвуем, причащаемся от хлеба, от плоти Иисуса Христа и от крови Иисуса Христа. Это 11 глава, 1 послание Коринфянам, 30 стих, 31 и 32. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы осудимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы нам не быть осужденными с миром». То есть, когда мы с вами видим свое несовершенство, это не повод для того, чтобы нам с вами начать унывать, чтобы нам начать печалиться, а наоборот, это выносить Господу, потому что в этом есть наше благословение, в этом есть наша сила и возрастание. Мы приходим к Господу, открываем, и вот приходит это исцеление сердцу. Вот помните, сегодня брат читал, что удаляющие себя от Господа, они гибнут, да? А мне, говорит, благо приближаться к Тебе, Господи. О чем здесь говорится? Как мы можем к Господу приближаться, и как мы можем от Него удаляться к погибели нашей? Когда мы с вами видим свои недостатки, открываем пред Господом, и кровь Иисуса Христа, она омывает нас от всякого греха, и приходит победа, и мы становимся ближе и ближе к нашему Господу. Вот так мы можем к Нему приближаться. А когда вот этот грех, знаете, мы совершили что-то, подумали, осудили, может, ропот допустили, и ходим в этом, вот тогда она беда, вот тогда мы от Господа удаляемся с вами. А ну, знаете, вот раз допустили, не исповедовали пред Господом, пред священниками, два, может быть, не осудили себя, да? А потом все сложнее и сложнее, а потом смотришь, уже так трудно выбраться с этого, со всего. Поэтому помоги Господь нам, чтобы сегодня вот эта кровь Иисуса Христа, она также была действенна в нашей жизни, как в то время, как сегодня, но в нашей жизни, в жизни каждого из нас, чтобы кровь эта была действенная. И есть один путь, путь к Голговскому кресту, путь к жертве Иисуса Христа. И мне бы хотелось сейчас вместе с вами молиться, во-первых, прославлять нашего Господа, а во-вторых, просить у Господа, чтобы у нас с вами было сердце, знаете, которое может прощать, которое любит прощать сердце Иисуса Христа. Потому что мы с вами имеем чей ум? Ум Христов. А что это значит? А это значит, что мы смотрим с вами на поступки людей, на людей, мы смотрим глазами Иисуса Христа, нам дано смотреть глазами Иисуса Христа, но это тоже мы должны с вами достигать, искать этого, иметь сердце Иисуса Христа. Слава Господу нашему! Помолимся с вами! Аминь! Аминь!